Продолжение следует... Подписываться, выставляете в интернет, и вы не против? Нет, не против. Все, говорите. Значит, я хотел бы, чтобы вы проверили мои рассуждения над аргументом, который можно сказать против тех людей, которые считают... В общем, ссылается на пример разбойника, утверждая, что для спасения нужно только покаяние, без крещения, достаточно. Ну да, тебе по порядку. Вот это сказали. А они сказали. Ну и что сказали? Они могут и этого не говорить даже. Это все сказано. Ну давай мы по порядку будем сейчас говорить. Они сказали. Но надо сравнить с тем, что говорили апостолы. Правильно? Да. Вот мы считаем послание к Галатам. Открывайте. Первая глава. Восьмой, девятый стих. Но если бы даже мы, то есть апостолы все вместе, или ангел с большой буквы, ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы, мы, то есть апостолы благовествовали вам, да будет анафема. То есть этим людям еще не надо отвечать. Анафема и отходи. Анафема. Ну и что дальше? Как прежде мы сказали, девятый стих, так теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, то есть вы, там мы благовествуем, а тут вы приняли, уже на готовое ссылается. Да будет анафема. Если нам это непонятно, скажешь, ну а как апостолы говорили? Ну, апостолы говорили так, как Дух Святой велел, Деяния апостолов. Просто открываем. Вторая глава. Вот. Деяния апостолов. И мы считаем. Тридцать восьмой стих. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь. Вот эти люди ухватили только первую часть, это узость сектанства. Покайтесь. Достаточно этого, достаточно. А тут написано запятая, то есть они проповедуют это. И докрестится каждый, не через одного, а погрузится каждый. В оригинале стоит погрузиться каждый из вас во имя Иисуса Христа. То есть не то, что в первом веке говорили во имя Иисуса Христа. Это означает, я уверовал во Христа. Но над ними произносятся слова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Для прощения грехов. Для прощения, без крещения, в покаянии нету прощения грехов. И получите дар Святого Духа. То есть эти люди антихристы, отойди от них. Они тебя оставили, во-первых, в грехах. Ты не крестился для прощения грехов и не получил дар Святого Духа. А кто Духа Святого не имеет, то ты не его. Римлянам 8, глава 9 стих. Все. Римлянам 8, 9. Это антихристы, вам так говорят. Я вам сказал сейчас то, что говорит нам Святая Библия, то есть Дух Святой. Никаких доказательств нам больше не надо. Вот мы знаем, допустим, Савл, ну, будущий Павел-то. Он покаялся. Ну и что? Ну, может, прощенный, ему, может, еще не надо. Не так-то. Деяние апостола, 22 глава и 16 стих. Вот к нему приходит епископ Анания. Он покаялся, три дня сидит, покаялся и говорит. Подошел и говорит. Что ты медлишь? Встань. Крестись. И омой грехи твои, призовь имя Господа Иисуса. И у них как некто... 12 стих. Одобряемый всеми в Иудее, пришел ко мне, подойдя, сказал мне, брат Савл. То есть уже брат. Но все еще во грехах. И что дальше делать? Ну, дальше и крестись, и омой, омой. И люди, которые говорят, что покаяния достаточно, они восстают против самого Духа Святого. Они, эти люди, хотят, чтобы эти, кто покаялся, с грехами ушли в ад. И поэтому на них надо смотреть, как на врагов Божиих. Ну, они так не хотят, наверное. Но нас не касается. Мы другую графу их занести не можем. Это антихристы, слуги дьявола. Вы так и должны сказать, враг всякой правды, сын дьявола. Отойди. Доколе будешь совершать прямых путей, Господи? А что, вы удивились? Нет, удивляться не надо. Слушай внимательно. Считаем. Мы начали говорить очень насередно. Вот мы считаем. Деяние апостолов, 13 глава, 10 стих. Сказал. «Ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Деяние, 13 глава, 10 стих. Они с прямых путей совращают людей, которые к вам подходят. Или вы к ним подходите. Прямой путь такой покаяния, крещение для прощения грехов, крещение во имя Иисуса Христа и получить дар Святого Духа. Они отрезают третью часть. Это прямой путь искривленный, а что кривое, не может сделать себя прямым, и чего нет, того нельзя считать. Определенно, четко говорит нам Экклесиаст. Все. Тема закрыта. Дальше. Да, так можно сказать, если прямо под видео рассуждать? Я просто хотел... Это говорит, кто вам... Кто он говорит? Если епископ, сын дьявола, патриарх, сын дьявола, это определенно показывает, с прямых путей, но они так не скажут. Они дети Божьи. Они считают и в руках Библию держат. Я в православии никогда этого не слышал. Может быть, где-то развратники такие прижились, там уже ложники. Они могут это говорить. Ну, все же, может, вы послушаете, как я думаю о том, как можно объяснить спасение разбойных. Так, подождите. Вы хотите сказать по этой теме, что думаете? Да. А не надо слушать. Мне зачем чужая блевотина? Не надо, что ты думаешь. Это искорени из себя. Ты увидел, что Дух Святой говорит, и свои Таня Маня, это сектантская. У нас определенно щетка Евангелия. Тем более, тут толковать вообще не надо. Ваши рассуждения здесь истребите. Они не должны быть. Они от лукавого. Вы можете рассуждать, то есть просчитать вот эти места и посмотреть, как толкует святые отцы. Все. А что вы там надумаете? Меня от своих мыслей тошнит. Мне это не надо. Нет, я понимаю. Поняли? Все. Никогда не возвращайтесь. Когда вы узнали, как свои мысли, сразу выжгите и к ним не возвращайтесь. Не произносите вслух. Иначе сатана их сделает так, что они прикипят ваши мысли к мозгам. Нет, я как раз не для того, чтобы отвергать вот Деяние 238, а наоборот, как увязать спасение разбойника без крещения. Владимир, один раз скажите больше, чтобы никогда не было. Слушаю. Да, вот смотрите. Вот если разбойник, когда он умер на кресте, он умер до Христового Воскресения. Так, да? И заповедь о крещении Христос дал после того, как пристал перед учениками. Так? Да. Я думаю так, что разбойник, когда умер, ну он, по идее, должен был уйти в ад. Но Христос его из арта сразу вывел. Да. Так? Да, он первый раз вывел. Есть такое предположение, что он в ад не попал. Он сразу попал в рай. Сразу. И когда первые пришли туда святые, которые воскресли, Ян Златоус это место как адвокат описывает. Они заходят, а в раю вор. А ты зачем сюда попал? Ты пришел воровать сюда? Вот такой как бы диалог ведет. То есть он вышел не из ада, а прямо ныне со мной будешь в раю. А ныне-то Христос был преисподний, но как Бог он был в раю. По божеству, по человечеству, Христос только на 50-й день будет, на 40-й день будет в раю. Ну, там, где говорится ныне. Ну, сегодня. В гречестве. Гойте. В немецком языке стоит гойте. Сегодня. Тюлей. По-английски. И все. Сегодня. Именно сегодня. А сегодня Христос пошел в преисподнюю. Его в раю не было. В раю он был как Бог. А как человек, по человечеству, он сошел в преисподние места. И как человек, он туда вознесется на 40-й день, после воскресения из мертвых. Вот так. И тогда он у того, разбойника этого, убьет, а он его. Куда сокроется тебя, говорит в 138-м псалме Давид. Возьму ли крылья зари, переселюсь в край неба, и там рука твоя поведет меня. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Он как Бог всюду. Он висел на кресте, одновременно был в раю, одновременно в аду. Как Бог. То есть разбойник даже в ад не сходил. Ну, судя по святым отцам, да потому что ныне в раю, не через три дня в раю, а ныне, сегодня. А сегодня, то есть в пятницу, когда его распяли, в раю никого не было. Еще Христос выведет только в воскресение. И написано, по воскресенье явились в Святом Граде. Но это святые отцы правильные толкуют. Это человек, который первый вошел в рай. Так. Ну, в общем, ясно. Спасибо. Да, а то, что это заповедь-то не действительно в то время была, ее не было, закон обратной силы не имеет, то это правильно. Но потом-то, потом, сколько еще будет, которые умирали, будучи казненны, как разбойник, и некрещеные. И церковь приняла решение назвать крещение в собственной крови. Это такое надуманное выражение, но оно выражает мысль, что человек обратился, а возможности у него не было. А Господь не связан этой возможностью. То есть они бы крестились, и они... Тут говорят еще так, что от Христа кровь и вода и стекла, она попала на разбойника. Ну, это тут уже выдумано все. Надо за воду заговорить, правда, нет? Да. Но это мы будем придумывать. Мы не знаем, на каком расстоянии кресты были, кровь стекала, там, брызнула, и... Ну, зачем говорить, когда ничего нет? Кто бы это ни говорил, мы скажем, это надуманное. Ну, я думаю, тем людям, которые утверждают, что только покаяние нужно для спасения, можно еще вот что возродить, то, что были люди, которые во время Нового Завета не имели возможности услышать даже диванию. И тоже умирали. И есть стихи, там, где говорит Христос, что вы видели, и теперь не имеете извинения, вагрите, а те, кто не видели, и не слышали. То есть, правильно я рассуждаю? Ну, правильно, это да, когда не имели возможности. Мы говорим, вот ведут они на казнь. 70 воинов Георгия Победоносца. Он говорит, они все обратились, их тут же всех казнили, и все. Ну, крутое было время-то. Время, говорит, суровое. Ну, и они причислены к лику святых. А остальное даже рассуждать уже и не надо. Определенно четко сказано. Мужик, что делать? И Петр говорит ко всем, и 3000 это приняли. Никто не сказал, а мне покаяния достаточно. Ну, что это за ереси такие? Покаяния недостаточно. Достаточно только тогда, когда нет возможности крестить, а сразу казнили. Поэтому церковь допускает, даже если человек где-то обратился, а священства вообще нигде нету, то может крестить мирянина, даже женщина, лишь бы правильно произнести слова. А правильные слова какие? Это не чин крещения, а прямо крещается раб Божий. Во имя Отца, аминь, вынырнул. Во имя Сына, аминь, присел, не на спину. Во имя Духа Святого. Но надо, чтобы он засвидетелся, что я крещусь во имя Иисуса Христа, поверя в Него, что Его кровь святая омыла меня. Я принял эту заместительную жертву, голговского страдальца. Я просто о чем говорил, что как протестанты, ну, можно сказать, в укор ставят православную шанс, были люди, которые не успели креститься, чтобы спастись. Вот точно так же можно сказать, что в укор поставить, что были люди, которые не успели услышать о Боге, чтобы покаяться, и все равно умирали. Ну, не услышали о Боге, о них там девятая глава к римлянам говорит, в совести кто сует, кто оправдывает. Там Бог разберется. Нам в эту тему не надо уходить. Мы должны... Написано, по всему миру идите, благовествуйте, чтобы никто не ушел, не услышав о Христе. А эти такие тонкости, это они не слышали, и мы таких людей не встречаем. С нами встретились, уже все слышат. К ним это не относятся. Именно где-то какой-то полинезийский остров какой-то, неизвестно где там, где-то на Фарерских островах, может, раньше было. То есть я хотел сказать, что с ними Бог так же поступает по милости, как с теми, кто не успел креститься. Конечно. По апостолу Павел так говорит. Совесть их судит, и совесть оправдывает. У Бога неправды не бывает. А то придумали, младенец не крещеный, он пойдет в ад. Вообще. А за что спрашивается? Он мышлится будет, ребенок. Его не крестили, абортированы. У Бога всего много, и все на любовь. А как тогда ребенок? Не знаем. Не знаем. Нет, ничего не написано. Нам об этом рассуждать не надо. Тема закрытая вообще. Под замком. Так, ну я помню. Следующий вопрос. Давайте. Вот, хотел спросить. Я, по-моему, к кремлинам где-то читал, что стих такой «Благодать воспринимается через покаяние». Для меня показалось. Нет такого? Благодать принимается, такого нету. Нет, да? Нет. Благодать человек касается, когда он совсем даже к церкви никакого отношения не имеет. Но когда признал Господа Иисуса Христа, Дух Святой его к этому подвигнул. Дух. Никто мне не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. При помощи Духа Святого. Благодать на связи хранит. Благодать позволила мне оторваться от пуповины, зачаться в утробе матери. Все по благодати. Благодать, то есть даром, от меня не зависело. Слово-то благодать, еще надо понять, что такое это. Благословение Господне, мир. По благодати мы встали, по благодати с вами встретились. По благодати рассуждаем, язык успевает следить за мыслью и выражать это в звуках. Это чудо Божие. А скотина бессловесная сказать не может. Земля где-то несется, а мы даже забываем об этом. Благодать. Осталась неделя Великого Поста. Благодатное время. Шесть недель прошло и не заметили. Все благодать. Так. Залючий вопрос. Давайте, давайте. Один за другим быстро задавайте, чтобы время тратить. Значит, Луки 11.13. Так, я попутно спрошу. Вы последние ролики видели, как мы с американцем беседуем? На машине едет. А я не посмотрю, Луки. А вот посмотрите, какие он вопросы задает. Шофер. Ну, он что-то о последнем времени там говорит. Да, последнему. Много времени уделен он на это. Но не только это, а Ветхозаветное пророчество и очень важно. Он из протестантов, я так и не понял, кто он. Но видно, что очень разумный человек, выдержанный. У нас уже две беседы прошло. Одна даже на две, на два ролика разбили. Мешал тут что-то интернет. И он попросил еще встречу. Да. Ладно, посмотри. Обязательно. Александр Рудев там это написано. Прямо увидите сразу. Александр США. Прямо заголовок. Он на машине едет. Да, на машине едет. Какие его вопросы. Вопросы хорошие. Видно, что человек очень начитанный, знающий. И вопросы, которые он задавал, непонятно. Он знал ответа или нет. Но я с этим дел так трудновато. Там свет сильный падает. Видно, что все вопросы им приняли. Разрешены. Разрешены. Ну, потому как он говорил, как улыбался. И он не противоречил нигде. Да и чего ради-то? Свежий такой трезвый ум. Видно, что не пьет. Борода кладистая такая. Прямо до того удивительно, что среди сектантов и с такой бородой. Я ему сказал, тебе только быть православным. А он че? Ну че? Мы че? Посмотрим еще. Мы молимся за него. Он улыбнулся. Я рад, говорит. Я говорю, я если говорю, вас задеваю, вы только не принимайте. Нет, я не в обиду. Все равно мне это нужно знать. Давайте. Говорите. Так. Насчет того, что у протестантов, у харизматов особенно есть такая традиция, что они думают, по молитве может Бог дать Духа Святого. По молитве? Вот они это. Что по молитве? По молитве. Можно получить Духа Святого по молитве. Ну конечно. Ну да. Так и есть? Ну так и есть. А без молитвы что будет? Если я не буду молиться, ни один епископ не поможет. А уже по нашей молитве Господь дает и епископа, когда надо. И не везде ездит и священцы. Мы молимся. Это в одном месте очень интересно так. Вот. Я сейчас его покажу. Где? Ну, кому удастся? Тут еще вопросы. Где? Вне церкви? В церкви? Но именно по молитве. По молитве все и дает. Вот сейчас я скажу. Вот. Смотри. Мы просчитаем. Силы знаний. Что-то я не нашел. Она, видишь, по-славянски святага. А я пишу святого. А он уже не выбирает. Вот. Мы смотрим. Итак, Лука 11.13. Я, главное, зарядил в поиск святого, а по-славянски поисковик бьет святага. Поэтому задержался. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа святага, святого, просящему Него. 11.13 мы открываем и смотрим, о чем речь идет. Ну, предыдущий стих 12. Простите, да, но будет вам. Какой Отец попросит хлеба, даст камень? Или рыбы попросит, даст змею? Кто попросит, даст яйца, даст скорпиона? Ну, понятно, что просит хлеба и проще. А теперь, говорит, вы просите, тем более Отец Небесный даст Духа святого, просящему Него. Да просят-то хлеба, просят рыбы, просят яйцо. А при чем тут Дух-то святой? Я первый раз когда-то заметил, думаю, тут или потерянные слова какие-то, бывало такое-то. Тогда стал думать, да дело-то в том, что просим хлеба, а это от Духа святого. И за молитву, уже за молитву, Бог дает Духа святого, просящему Него. Не Духа святого, просящим. Даст Духа святого, просящему Него, людям этим даст. Если бы было впереди сказано, просящим Духа святого, то Духа просят. А они просят хлеба, просят рыбы, а даст Духа святого. Понятно? Что Дух святой везде все охватывает, облагораживает, когда мы смиренно склоняемся перед Богом. Вот смысл-то какой еще? А это просят хлеба и баптисты, и адвентисты, и кто угодно просят. И Господь дает, чтобы мы осознавали, от кого это идет. Не были неблагодарными. Дух святой какой полноте, а не полноте. Господь, когда воскрес, дунул и сказал, примите Духа святого. Ну, сказал. А теперь, когда уходит, 1,8, считаем, Деяния апостола, сказал, сидите в Иерусалиме, ждите обетования на Духа святого. Так получили они, не получили-то. Там, говорит, примите, а здесь ждите обетования. Получили. Получили для того, чтобы отпускать грехи. Только на одно. А теперь получите на проповедь, на все остальное. Они получили только, ну, чисто, по-нашему сказать, узкопрофессионально. Потому что за это время, до Вознесения, до Троицы, когда Дух Святой сошел, люди могли умирать. А на исповедь-то надо было идти. Сектантов-то не было. Все знали, что без этих священных рук священства нет отпущения грехов, как Златоуз говорит. Они надбиваются. Глядишь, такая мелкота мышления. Я вот мне один тут подсунул, посмотреть, как адвентисты седьмого дня. Там здоровый мужик в галстуке, бритый. И он никогда вопрос не задаст, этот сектант. Чего ради он галстук надел масонский? Это масонский. Он не понимает это. Суббота, суббота, суббота. И он говорит, и как передвигается по-сектантски там, и как трясется вот так. Да разве какой-то проповедник у православных может за кафедрой так ломаться на газангу? Ну видно, все америказировано. Американским духом проникнуто. И вот выламываются, выламываются. Они сидят все без платков, никто не молится. То есть полный разлад. Да ты одень их сначала. Отбери бритвы у них. Бритый нагло. Их галстук огромный висит в сине. Какое вероисповедание было. Да никакое. Какое ваше конфессия? А где что конфессия? Откуда вы его взяли-то? Вопрос стоит. В церкви, не в церкви. Не в церкви. А он все поносит. А вот знаете, что за иконостасом у православных? У них там кусок мяса мертвого. Ой-ой-ой. И где он это видел-то? И они сидят, уши развесили. Почему? Они не уготованы к вечной жизни. Они придут. Где он видел? Он слышал антиминс. А дальше не знает. А вы знаете, как православные делают? Они просвори пекут. А потом берут доску. Доску с трупом. С мясом человеческим. Это мощь его называют. И тогда режут там просворы. Такую бреднюю гонят. Они сидят, дремят, головой кивают. А почему? Да сборище нечестивых. Бесовское отродье, как святые называли. Они ничего не знают. А вот именно субботу. Мы по субботе. То есть все абсолютно подвигнули к евреям. К евреям. К антихристу. Антихрист будет биться за субботу. Он будет в субботу. 27-го дня это антихристово племя. Они все подготавливают, чтобы антихрист был. Главное для него будет суббота. А воскресенье это христово. Вот и все. Я посмотрел и думаю, ну сам-то хоть смотрел-то или нет. Сотню раз можно останавливать и говорить, вот тут сказал неправильно, тут соврал, тут. Это все рассчитано на невежество. На незнание людьми этого. Где он видел там мясо, кусок, тело. И начинает, когда говорит цифры, то цифры, ошибка в тысячу лет. Вот первый раз стали креститься или где-то там в 1715 году вот такой вот молотит. А православными стали называться только в 1400 году, когда в апостольских правилах, я посмотрел, в Первом Вселенском соборе, везде уже слово православное. Ну как оно могло не быть-то? Ну а первый-то, это все там, 318 год. Ну, ничего не знает совершенно. Ну а ему не надо говорить, то есть безбожие, страха никакого нету, и под видом верующего. Ну, если ты верующий, так примирит верующего-то. А сам толстый такой, видно там центром полтора весу. Ну, просто смотреть, думаешь, ну все, карикатуру-то такую наводить. Никакой. И сами знают, адвентист седьмого дня, а мы адвентус, а почему седьмого дня? Да вы сколько раз предсказывали пришествие Христа? Такая секта, которая образована на лже-пророчестве, это редко встретишь. Они отделились, почему сказали, в 1871 году, 21 марта, придет Христос. А он не пришел. Улья Миллерс-то соврал. Он тогда, говорит, на полгода ошибся, потому что в полночь крик раздался-то. Еще полгода накинули, один день считать за год. Ну, когда он не пришел в сентябре, он с засады помер. А Елена Уайт подхватила, а это вообще бесноватая. Камнем по лбу ее стукнули, маленькая была, ну, как ванга ее подняла, там, бихарь. Это одно и то же все. И дальше она уже молотила, сколько хотела, и она у них пророщится. Удивительное дело. Я посмотрел ролик, потратил время, но отвечать нельзя, потому что начнется спор. Я просто, я сегодня смотрел только, он мне вчера поставил, и видно, человек-то ревнует о чем-то, о чем непонятно. Сцепляется, сцепляется, но отвечать-то нельзя, я вижу, что он скандальный мужичонка-то. Зачем мне его трогать? Он и поизбрал свой путь. И главное, на моем ютубе меня хватает против православия, а я не трогаю. Ну, не задеваю. А меня православные, зачем ты этот нечестивый залез в веру православную хули, то вы его терпите. Убрать они не могут, а я там могу щелчок, я ему запрещу, он никогда больше не зайдет. Ну, пускай будет, может, что-то он и возьмет доброе. Что он говорит, к нам не пристанет, мы крепкие в вере. Сам-то по себе, может, он и прекрасный человек. Я уж не называю им фамилию, он будет слушать это, чтобы не понял, что я его называю. А может, и не о нем, пусть он не догадывается. Давно он уже у меня в друзьях. Это все условно. Надо быть снисходительным, я так понимаю. А меня долбят со всех сторон православные. Он такой огородит от Казанской Божьей Матери, там начинает иконы хулить, там все хулит. А вы его не выгоняйте. Ну, не выгоняйте, простите, пожалуйста. Христа он не хулит. Ну, а церковь он как-то хватает. И думаешь, у нас бы не было тех ошибок, он бы не хватал. Я почему не трогаю это еще, что он берет не в оригинале, а то, что видит. Вот на нашу общину он не напал бы, у нас этого нету ничего. Нету индульгенции, там, ну, что, что говорит, на что надо. Он говорит, то, что видит, то, ну, говорит кое-что правду. И чего ради я буду? Я нахожу у него зорова много хорошего. Меня из-за этого долбят. А я считаю, везде хорошее надо брать, если оно есть. Не частичка, как один тут себе, частичка Христа. То ли ухо, то ли нога. Частички Христа нету. Частичка маленького добра какая-то, может быть, подал рубль там, милостыню. Хотя должен был отдать десятину и вторую, и третью. С Богом, давайте. Так. Еще вопрос. Является ли обетованная земля прообразом Царства Небесного? Конечно. Когда еврейское. Да, так и есть. Именно так. Они шли в Ханаан, обетованная земля, обетованная, то есть, Бог обещал ее дать Аврааму, а народы ты истребить. Нам обещано Царство Небесное. У них был там Авраам, которому обещано, а у нас еще из Христа обещано каждой душе. Именно так. И мы проходим многие опасности, как еврейский народ, когда вошел в обетованную. Мы бьемся с сатаною, с этим миром и сами с собой. Три врага. Именно так всегда и понималось. Небесный Ханаан. Да, но это важно, потому что люди говорят, там спасены уже. Нет, спасены мы в надежде. Я повторял много раз уже это. Спасены. Ты можешь потерять. Ну, просто скажите, а потерпели кораблекрушение в вере? Вы верите? Верите. А почему к тебе это не касается? Если они потерпели, а где моя гарантия? Где? Гарантии нет. Завтра увлекусь и буду. Вот один брат встал видеть сны. Братья послушали, говорят, а зачем тебе это? Ну, исполняется. Ну, и правда. Он говорит, через два дня в пустыне там идет брат. У него рука вышибленная. Говорит, надо поправить ее. Правда, из пустыни приходит через два дня, рука вышиблена. Но он стал в этом все верить. И, наконец, ему является этот, кто ему сны навевал. И говорит, а вера православная неправильная. Надо принять обрезание. И он полностью ушел от Христа. С нам верить нельзя. Если только видел крест, вот тогда только можно верить. А остальное может и от заботы, от переедания. А почему крест-то? Крест не может сатана показать. Это Ян Касьян об этом говорит. Если ты во сне видел крест распятия, сто процентов гарантия, что это от Бога. Сатана не может показать крест. У него материала, говорит, нету. Потому что он на любви, а у сатаны любви нету. Он может Христа показать. Божью Матерь. Он все может показать, но не может крест показать. Нигде. Никак. Да. Ну, для себя запомните. Это общее правило. Это открыто было Богом. Но он и действительно так. Я ни разу не встретил, кто видел крест, чтобы это было живопророчество. Даже самое удивительное. И дальше начинает исполняться. А бывает без креста. И тоже бывает от Бога. Но даже когда с крестом или без креста, никогда сам не толкуя. С кем-то посоветуйся духовного. Найди себе брата, друга, священника, духовника. А вообще-то на сны не надо обращать внимания. Слушаю. Я еще хотел узнать у вас. Может, творение мужей апостольских о Евхарийских? Есть ли какие-то послания? Да. Литургия апостола Якова. Апостола. Литургия. Ну, она длинная была. Я не знаю сейчас, ну, не меньше шести часов. И Василий Великий ее сократил. Там, допустим, до четырех часов. А я зато еще ее сократил до двух. Никон ее еще сократил. То есть, народ слабый, дескать. Ну, меня спрашивают, а как считаете правильно? Я считаю, правильно. Главное сохранено, а остальное, ну, возможностей просто нет. Лучше идти на благовестие. Помолились. Вот мы сейчас были, ну, еще два часа, там, десять минут. Вот вечерняя у нас была сегодня, завтра верная. Поэтому вербочки были, водосвятие. Ну, вот так. Мы только пришли. А вот Златоустер, что же есть в Евхаристии? Он там, я слышал, что один из тех святых отцов, которые как можно конкретнее толкуют этот вопрос. Ну, я и говорю, что Василия Великина писал, она великим постом считается. Литургия Айян Златоуст сократил, и она главная. Главная, которая все круглый год идет. На определенные дни только Василия Великого, где-то еще и Иаков, где даже не знаю. Не попадал на нее. Айян Златоуст, у него все объяснено. Ну, это более... Как она называется как? Ну, как она, литургия. Литургия, а среди нее это Евхаристия. Это евхаристический канон. То есть момент, когда хлеб превращается, присуществляется в тело, а вино присуществляется в кровь. Это евхаристический канон. Самое главное, все остальное прелюдия, предисловия. Так и называется проскомедия. Второе счастье, это литургия оглашенных. А когда говорят, оглашенные, зайдите. То есть кто готовится к окрещению, не крещен. Кто отлучен за грех, они обязаны выйти. А потом дьякон громко кричит. Двери, двери, премудрости, вон. Двери, то есть проверить двери и запереть, чтобы ни одного чужого не было. И начинается литургия верных. Все, кто остается, они до конца. И они могут на литургии верных быть даже отлученные на четвертой стадии. Куб настоящий называется, но причащаться они не должны. Но это уже тонкости. Я думал, у Заводоуста может конкретно как-то называть это творение. Просто у него, ну допустим, там освященцы, да? Точнее так же, а евхаристию. Чтобы я нашел в интернете, почитал. Ну, там на литургии, запишите. А там внутри, там евхаристия внутри. Литургии. Искать надо литургии, а не евхаристию. Хотя они могут раздробить, по частям показать. Видите, как мы привыкли, в этом родились, в этом идем. И нам, как я объяснять не надо, я в это верю. Мне сказали, вот это моя мама, вот это мой отец у нас. Я никогда не исследовал, почему я очень похож на отца. А старший меня брат на мать. И не надо исследовать. Может у кого-то вопрос будет, если не православно. Но. Чтобы я сосылался на то, что это в первом веке уже было. Такое понимание. Для тех, кто считает, что это символы. Ну, так вот, по интернету-то поищите. Зарядите там, какая-нибудь в Википедии выскочит. Это, видите, вопрос. Литургия и прочее. Это касается священства. Я осторожно обхожу эту тему. Никогда не беседую на эту тему. Это не моя сфера. Это делает священник. Я только стою, внимаю, каюсь, причащаюсь. И никогда не вхожу. То есть Бог дал мне страх. Я щтец, имею право входить в алтарь. Я никогда стараюсь не заходить. У меня страх. Все, это все вопросы. Спасибо. Да, пожалуйста. Еще что-то есть? Нет. В следующий раз, может, еще вам. Через неделю, да? Ну, может, через неделю. Хорошо. А что у вас? Никто с вами, товарищи там, бывшие или наставные? Никто не пришел, никого нету. Со мной, что ли? Ну, да, с вами на встрече сегодня. Чтобы, может, у них вопросы есть, они желают сами задать. Бывает такое. Вы другим-то скажите. Может, священник, а может быть, еще кто-то или из ваших, которые раньше вам были знакомы в секте там. Скажи, вы можете сами задать вопрос. Да, но я еще пока вас не рекламировал. Ну, а посмотрите, бывает так, что потом вас не упрекали, что не сказали. Они не придут, это не важно. Главное, что вы им сказали. И скажите, вот я что узнаю, есть возможность спросить. И вы сами можете спросить без перекладных, а то я могу не так передать. Это тут все играет. Интонация, взгляд, как человек говорит. И вот он... Кто-то бывает, что нуждался, а вы ему не сказали. И мы делаемся тогда ответственными за то, что он не обратился вовремя. У нас была такая... Вот у нас я сказал, как-то обратился, напишите все дома, как вы пришли к Богу и как пришли в нашу общину. И что думаете об объединении с Московской Патриархией. Ну, она пишет, я бы мог сейчас открыть ее, это Зверева Маргарита. Она не Маргарита? Ну, да, теперь она кто? Теперь Маргарита-то. А до этого как она была? Ну, как-то там, которого имени нету в сердце. И она где-то там была, я не знаю, она работала. Это можно даже открыть и просчитать. И она услышала, как я по радио говорю. По радио я свидетельствовал, говорил проповеди. У меня три радиопрограммы были в прямом эфире. Одна была часовая программа. Это вообще чудо было. И она, как услышала, она всем сердцем приняла. А тут получилось, меня отсадили отовсюду. От телевидения, отовсюду. Патриархия. Злобная эта организация, самая злобная. Они везде звонили, чтобы мне не давали места. Ну, и власти так поступили. Ну, и она никуда больше не ходит. А рядом соседка у ней, Чернявская Александра Ивановна. И как только суббота, она, не суббота, да, даже где-то. Это, наверное, у нас вторник и пятница. Два раза в неделю шли занятия в университете. Ну, она собирается и идет. А царь говорит, куда она идет. Да где-то молится. А мы уже отдельно зарегистрировали общину Крестово-Звежинскую. Это сектанка. Сразу ей. Ну, она как-то ее говорит, а куда ты торопишься-то с дачи? И дачи, дачные участки были рядом. Вот. Она говорит, да, на занятия. Ну, что там за занятия? Вот я слышала по радио, вот к нему бы я пошла. А кого ты слышала? Да Лапкин там какой-то, Игнатий. Так я к нему и иду. Ох, как она на нее тогда. Да что ты делаешь? Да ты как партизанка, все крадущие дело. Да я его ищу везде. И тут же она с ней вместе зашла, пришла. И потом приготовлена была, приняла крещение. И там все записано в 15-м томе. Вы открытым оком на сайте скачаете, 15-й том, там 74 свидетельства просчитаете. Вот так. Она молчала. Молчала. Почему она молчала, тоже непонятно. Очень хорошая женщина, но она молчала. И вот теперь, когда она узнала, что именно куда она идет, как раз то, что она ищет, ну, ясно, как она пришла. Пришла, да еще с подругой. Но подруга не приняла, так умерла. Надо сказать. А уже от нас не заветит. Потому что и сеющий, и поливающий – ничто. Наше дело – посеять. Другой польет. А все возвращает Бог. Многие еще боятся, знаете, беседовать. Ну, тут она не боялась. Она как-то так, что не коснулась, не сказала. А бояться еще в свободное время, уже перестройка шла. Тут бояться-то и нечего было. Может быть, устыдилась, опять нет. Ну, проще так, из-за скромности. И вот так получилось. И они обе стали членами нашей общины. Вот так. Она ее партизанкой обозвала. С мужем идете, а муж инвалид отечественной войны был. И куда они идут? Как говорят? Они говорят, идем на занятия. На занятия в университет. Да он же преподает там. Как она? И все это вспоминает. А сама такая веселая, видно, была симпатичная женщина. Она даже в старости такая, видно, красавица была. И как она, как раз там кто-то умер, и мужа похоронила. И тут она вот услышала. А другая женщина, вот так Господь делает. Она там уборщица была, убирала. И смотрит, газета лежит. А на газетку это... Что-то на ей в глаза, заголовок. Просить прощения у мертвых. Как у мертвых? Извините, умерли. Она там тряпку, швабру положила, начала считать. А статья полностью занимает страницу. Это статья в моей книге для слова Божия нет ус. Вы можете скачать и найти там. Так и называется. И она стала считать, и как села. И я, говорит, до конца ее досчитала статью. Ну где найти этого человека? С одной статьи. Притом в Мирской газете. Ну она сразу в Молодежь Алтая, в редакцию. Ну они сказали, кто я, говорит. Это Алапкин. А где его искать? Он где-то в университетах в разных преподает. Она начала по радио. И наконец она меня нашла. Ну а потом приняла крещение. Видишь как? Бывает немножко. Один раз было так. Я ехал из Новосибирска. И дорогой в электричке есть. Ну я все время проповедую. Проповедовал-то. Я одна прям вплотную. Но дорогой едет ей в Тальминки слазить. И она слезла. Не спросила откуда я. Но она видела, что я поехал дальше на Барнаул. А ехал с Новосибирска. И вот она теперь. И узнала в какое время я ехал. Она теперь ездит в электричке туда-сюда. Через все вагоны проходит. И опять следующую электричку туда-сюда. Старается найти. И она искала меня не знаю сколько. Года два наверное. Едет в церковь помолится. Потом по электричкам. Вот какая жажда. И наконец она меня нашла. Понятно? И она обратилась в семья. И 32 человека через нее еще пришло. 32 пришли в церковь. Вот как. Не надо думать, что да ну, да кто там примет. В одном месте я проповедовал в Новосибирске. Ну, одна бабушка была. И ей до того понравилось это. Вот. И она узнала, что я уезжаю. Мне надо в такой-то город ехать. И с Китин-то. А другая продает. Так она узнала, что я уже там прописан. Так она купили дом, чтобы я у них был в доме. Купили-то не дом, а меня. Она потом рассказывает. 75 лет, а мне там 25. Ой, 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 что там было. Вот жажда. Поэтому. Вот когда рассказывает, представьте, я купила дом, что так продается, чтобы купить дом и быть вместе. Вместе, чтобы можно было слушать. Вот это Бог так делает. Я говорю, кого? Я какой есть-то? Смотреть страшно. Ну, может быть, тогда маленько по-другому выглядело. 25 лет было-то. Я когда считаю, все до того мне смешно. Но так Бог делает. Вот так Бог делает. Я свидетельца, мама обратилась. Потом брат старший стал священником. Потом сестра одна обратилась, вторая в доме нашем. У нас пять сестер, пять братьев. Большая семья была. Третья сестра пришла. Четвертая и пятая пришла. А уже перед смертью-то я отец задумался. Вот так. Поэтому сей доброе семя всегда. Взойдет, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. Это у баптистов такое стихотворение. Они поют его. А рядом он страшное поле. Не враг ли насеял там зло. Колючей опасной травой. Так густо оно заросло. Это очень похоже. Поэтому ты сей. А уж как будет. И Бог каждый раз дает все новые мысли. Вот понимаете, новые совершенно. И ты даже, я об этом не думал, но Дух на молитве стал все время касаться одной темы. И наконец сложилось это в такую проповедь. Я ее сказал где-то. Сейчас люди говорят, а я вашу проповедь прошла. А пять лет назад сказано. И она меня повернула в другую сторону. Вот такое бывает. Например, кто проповедуется, скажите, про ефот проповедовали когда-то ефот. Да это, что там проповедовать ефот? Это тряпка какая-то, или как назвать ее. А вот как раз она и получилась, может быть, главная проповедь. Потому что я за ефотом увидел меч Давида. И стал на эту тему говорить. Это я просто говорю вам, чтобы вы молод, никогда не упускайте возможность засвидетельствовать. Это я просто вспоминаю победное шествие. Межи мои прошли по прекрасным местам, наследие мое приятно для меня. Какой бы он ни был, там сектантишка православный, там запоится, маленько протрезвился, я обязательно ему скажу. Вот я в тюрьме был, не забуду никогда. Другая нация в ташкентскую тюрьму меня завезли. И уже на вторую ночь семь человек сзади на колени становились молиться. Преступники, уголовники, убийцы. И они, Господь коснулся. А я это и не знал, я стоял, молился, не оборачивался. Мне утром сказали, стали другие просить, а можно мы с вами встанем. Ну, корыстное побуждение, там, может быть, раньше выпустят, думают. Но некоторые покаялись искренне. Поэтому никогда не надо смотреть на обстоятельства, что люди говорят. Это никакой роли не играет. Ты отрекся себя, тебе это все равно. Как говорят, оплю в глаза, для тебя божья роса. Никогда на это не гляди. Что они сказали? Да брать на вороту не виснет. Стряхнул и пошел. Я от другого не достоин. Вот у меня гонители какие есть, я за них каждый день благодарю. Ну, перечисляю про себя их. Гонители у меня такие есть. Ты, Господи, не вмини им этого греха. А он клевещет, священник такой, прям как одержимый демоном. Кидается на меня. А он и не знает. А я усиливаю и усиливаю о нем молитву. И все. И при том не первый год. Ну и что? Это жало вплоть от ангела сатаны. И для меня довольно благодать. Мне слишком много Бог дал. И поэтому мне надо... Ну, висы-то, видишь, как уже перетянул. Поэтому с той стороны меня теперь дают, чтобы выровнять эти весы. Хуленями, проклятиями там. Ну, хорошо. Благословен Господь. Я благодарю, что вы пришли. Вот Дмитрий. У меня Митя мы зовем. Митя. У меня дед был Дмитрий. Его звали Митей. Дмитрий. Вот у нас Никола. В Беларуси один мне пишет. Мы-Кола. Видишь как? Это одно и то же имя. Ну, с Богом. Спасибо. Слава Христу. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok. Слава Божию.